На днях на Махалина-13 дольщики этого долгостроя встречались с представителями Министерства строительного комплекса Московской области и администрации Дмитровского района. В текущем году этому строительному объекту исполнилось уже 10 лет. За эти годы обманутым дольщикам пришлось пережить немало, но похоже 2016 год станет годом окончания строительных работ на Махалина-13. На данный момент механизм решения проблем 362 граждан-соинвесторов реализуется путем завершения строительства объекта новым инвесторам в процедуре банкротства застройщика ООО «Эфгрупп». Объект теперь находится на особом контроле Минстроя Московской области. У вас ситуация какая сейчас с жильем? Я снимаю квартиру. Как долго снимаете? Пятый год я уже, получается, здесь никак не заеду. Снимаете в Дмитрове, да? Нет, в Люберцах. В дом достроенный это одно, но так как у нас арбитраж и банкротство, для нас самое главное – это получение собственности. И как раз самый важный вопрос – это как мы будем получать собственность при готовом доме и насколько ли он действительно сейчас готов. Новый застройщик компания «Березовец» отчитался о почти полной готовности четырех секций этого многоквартирного дома и подтвердил обитательство завершить все работы на Махалина-13 в августе текущего года. Новый инвестор ускорил темпы выполнения работ, чтобы исполнить взятые на себя обязательства по завершению строительства объекта в соответствии с утвержденным графиком. Прежде всего, компания «Березовец» значительно увеличила количество рабочих на стройплощадке. На данном этапе сделаны четыре секции полностью сделаны. То есть это водопровод, отопление, освещение, электричество, места общего пользования. Все они покрашены. Установлены двери квартирные, установлены двери балконные, переходные. В общем, все это установлено. Отремонтирована кровля. А лифты? Лифты пока еще не тронуты. Лифты будем делать чуть позже. Значит, что еще? Зашит фасад внутренний, плитка сделана. Как сообщил приехавший в Дмитров представитель областного Минстроя, министр строительного комплекса Подмосковья Сергей Пахомов собирается приехать по окончанию всех строительных работ на этом злополучном объекте, когда будет вручение ключей многократно обманутым дольщикам. Напомню, Сергей Пахомов провел в апреле этого года встречу с гражданами-соинвесторами, которые вложили средства в строительство дома на Махалина-13. На строительной площадке министр пообещал, что первые четыре секции дома будут сданы до 15 июня. Можно сказать, что чуть ли не по каждому жильцу будут приняты индивидуальные решения. Конечно, администрация будет встречаться и с конкурсом управляющим, и в суде, я думаю, мы будем все равно привлечены, мы будем ходатайствовать за то, чтобы людям отдали квартиру именно за те деньги, за которые они покупали квартиру. Потому что это на усмотрение суда. Теоретически реально все. Теоретически реально, наверное, недоплата, я не специалист по банкротству, но теоретически реально, что люди не будут доплачивать. Опять же таки решать будет суд, и важна будет позиция конкурсного управляющего и нас. Физическое окончание строительных работ на Махалина-13 еще не значит счастливое завершение мытарств нескольких сотен обманутых дольщиков этого объекта. Впереди у граждан-суинвесторов решение вопроса, на каких условиях люди получат свои купленные много лет назад квадратные метры. И без судебных разбирательств, похоже, разрешить этот вопрос вряд ли удастся. Продолжение следует...